Привет, зрители! Сейчас я приготовлю самой себе очень поздний завтрак. Почему поздний? Потому что утром у меня случился несколько иной завтрак, мне было совсем не до камеры. Ну, кто меня давно смотрит, либо недавно, знает, что я периодически отдаю богам душу. Вот сегодня был тот самый момент. И быстрый завтрак у меня был без камеры. Я читала ваши каменты, жмых семян чая. Я сейчас не нашла, не помню, куда я его засунула. Тут у меня жмых смеси пяти семян и кефирчик, и рука дрожит, потому что совсем недавно приступ был, и он еще как бы не прошел. кефирчик козий. Ну, это козья простая квашка на самом деле. У меня, возможно, слышно стиралку, потому что она работает. Тут вот насыпалось немножко. Тут, короче, жмых семян черного и белого кунжута, тыквенных и подсолнечных семечек, а также семян льна коричневого. Сам по себе он в сухом виде прикольный и больше так семени, ну, халвой, короче, отдает. На семечки, похоже, еще что-то можно смешать с медом. Утрамбовать будет халва. Можно положить в кашку, но мне еще понравилось добавлять кефир. Я читала, что надо бы это немножко по-другому сервировать. У меня есть где-то прозрачный стаканчик, но этот завтрак совершенно спонтанный, просто чтобы у вас было что поесть на завтра. Мне понравился вчера в чате стрима комментарий товарища другого блогера, который внезапно смотрит меня и смотрит на завтрак мои завтраки. Мне было приятно почитать, значит, я все-таки... Ну, я просто боялась, что перебор монбангов может на канале. И раз это хоть кому-то реально интересно, то круто. А потому вот я сейчас делаю второй завтрак. Он немножко постоит, минут 10-20, и я потом вместе с цикорием это попью. Так получилось, что мне приспичило постирать и обновить новые капсулы для стирки. Из-за чего прошел примерно час. Ну, оно как раз тут настоялось, а вот мой кефирчик... Вообще-то, плоская квашка, козья, 100 рублей за полторашку. У меня тут хлебушек. Честно, я не в курсе цену. Я покупала сегодня, он был мягкий. Половинка может рублей 20-30. Там магазин такой, с более дорогими ценами, может быть, 30 рублей этот хлеб стоил. Сыр около 800 рублей. Это ларец, 800 рублей за килограмм. Ларец, короче, топленое молоко. Цикорий. Растворимый от 100 до 150 рублей. Можно купить на Вайдберису. Дискадра. Сироп цикория. Сироп цикория и цикория бьянова. Можно найти на Вайдберису в пределах 300 рублей. Сейчас я положу себе цикория. У меня как раз согрелся чайник. В общем, мне как бы физически сегодня необходимо сделать вот такой вот бутерброд, но сыра мне не было. Пришлось идти в магазин. Да и хлеба пока бы практически не было. Но так как, чтобы уж не совсем один бутерброд был в животе, то при желании ему пожелательно надо, допустим, кефира попить. Поэтому я решила сделать только как раз кефир. Я тут третью ложку скидаю, но это маленькая такая ложка. У меня еще совсем чуть-чуть зачерпает. Мне сегодня подруга приходила в гости одна, без дитя. Давненько такого не было. И ей интересны стали хлопья, которые я как раз поела при ней, но без камеры. яблочные хлопья лайт. Я из десел отсыпала. Скинула потом ссылку на вайтберис, где их можно купить. Меня сейчас прямо так наобум налью, потому что ложка тут ближе к кофейной, как кто-то из вас подписчики дарил. Ну а что за кошка? Я тебе сегодня уже давала сыра. Ты его даже попробовала еще до того, как я попробовала. Пошла нафиг. Ну смотри, не наглая ты, а. Сиди вот здесь. Очень вкусно, кстати. Со смешанным жмыхом пяти семян. Я ее обезопасила, покрывала блюдечком. Во-первых, чтобы настоялась нормально. Во-вторых, чтобы настоялась и пол чашки никто не сожрал. Ну что, вот положишь ей кефира в ее миску, она ходит и выпендривается. Я сегодня налила в чашку кефира. Стоит на окне мне подружка и говорит, слушай, кошка, у тебя что-то странное дело. Это она подошла и так половину отпила. Я сюда еще иногда раф-масло добавляю. И мис, допустим. А можно просто раф-масло. А сейчас вот только жмых. Я еще мясо купила. Но что-то к вечеру, наверное, его запекую. Если у вас нет масла пресса, жмых, брать неоткуда. А покупать его уже ободушит. Можете просто семечки какие-нибудь. Можно даже немножко в копимолке измельчить. Те же семечки подсолнечника. Ты уже ела сыр. Так вот жмых семян дает такой же жулирующий эффект, как семена чая в чистом виде, не молотая просто семечка, если в кефир добавить. Поняв, что ей ничего не сычит, она от меня ушла. И пошла другим путем. Слушай, нельзя быть такой наглой. Хозяин у тебя сегодня не очень хорошо себя чувствует. А ты, несмотря ни на что, пытаешься скоммунизить у хозяина иду. Я думаю, что она сейчас спустилась и поднимется обратно. Попробуем. 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 Ой. Ладно, на кусочек сыра. На. Не отдашь, ведь сама возьмешь. Так-то бы, конечно, за малышком сходить, а она на балкуре. Ну, в принципе, не настолько коричеваста, немножко подастыло уже, когда покупала хлеб мягкий еще был, даже чуть-чуть вот такой теплый. Сейчас он просто мягкий, но, видимо, туда какой-то другой черный хлеб будет. Вот, смотрите, черный хлеб, допустим, с Артуни и черный хлеб в местном ряду, они отличаются. Этот костер все же менее черный, мне кажется. Купила новую капсулу для стирки, но я толстые. Раньше капсулы покупала чисто, чтобы кубики стирать, пуховики. Последний раз стирала пуховик, капсулы у меня не было. Мне сказали, только капсулами можно стирать пуховики, и дали мне капсулу рель. Так воняло белье целую ночь, когда оно сохло на сушилке. Я и балкон открывала, и духами прыскала, жуть. Почему-то эти капсулы рель, биолан или как-то и подобные, они так пахнут дик термоядерно. Я полезла на вайбер, думаю, может есть какие-нибудь капсулы. Типа поддержи отечественного производителя, внезапно есть. Они еще с кондиционером, типа 3 в 1, я никогда кондиционер отдельно не покупала, но как-то не было такого. А раз дня вроде пользуются, может ты закончишь уже тут ходить, кругая ты. На тебе кусок сыра, это ставит меня. Может я тебя обжала, у хозяина кусок сыра. А вот они 3 в 1 и с кондиционером. Такие, как карамельки. Ну, как Монпассиет, только в разы больше. На коробочке, на картинке было нарисовано, что они как бы цветные, но я не подумала, что они реально вот разноцветные вот. И сами они слегка как-то так пахнут, наверное, этим кондиционером. А белё по большей части практически ничем не пахнет. ну, у меня там был пододеельник, еще тирала. Ну, как бы постельное белье, еще кое-что. И оно, вот пододеельник, местами чуть-чуть вот чувствуется аромат. А все остальное практически, ну, вот без запаха. как вот этот, как и ваш парашок, в филе твоей коробочке, которые смотри, пакетики. Не вздумай сейчас на стол прыгать. Нет у меня больше, видишь, я тебе сдала свой кусок сыра. У меня бутерброд наполовину лысый. Надо было все-таки, наверное, муж с молоком добавить. Не прыгай на стол. Я потом запеку мясо и идем тебе. Ну, ну, ну. Вот сюда прыгай. Пью малюсенькими глоточками. Хоть и добавила на глаз, думаю, прилично сладо чувствуется, нам. Надо было все же поменьше этих ложечек кидать. Веншень дает, а себе сдать. Ну. Правильно, молодец. Вот здесь и сиди. Весь хозяин съелся. У хозяина остался только хлеб. Эй. Ну, не сиди, а. Хватит шадить по столу. Ну, что за кошка? У меня первый мой кот, который у меня был, вот постоянно домашний, не там вот деревня котеночка, на сезон подержание он ушел обратно в Бобилине. Но он никогда не прыгал на стол. Если кто-то смотрел мои видео в предыдущей квартире, там может где-нибудь забители, фотография такая была, черно-белая, кот черный, с белым бантиком. Тут самый кот черный. Мало того, что никогда не прыгал на стол, если на столе лежало мясо, а ты куда-нибудь ушел. Сырое мясо, вареное мясо, он его не трогал. Вот не дадут ему мясо, и ладно, дадут мясо, хорошо. А это... Прям как объяло, а не кошка. Вот, кстати, эффект от него примерно как от сладкого кофе или от крепкого черного чая. Правда, я в крепкий черный чай еще и красное вино добавляю, чайную ложку. И кусочков шесть сахара. Иногда больше, это зависит от состояния помиральности. В общем, считайте, что вот этот мой второй за сегодняшний день прием пищи. как бы... Поздний завтрак! Хоть сейчас у нас... Я даже не знаю, мне телефон-то там остался в комнате. Там что-то делала, и он там остался. Сейчас, наверное, часа три или четыре. Поздний завтрак! Очень поздний завтрак! За окном слегка потемнело. Ну уж не оставлять вас без завтрака же, да? Блин, я же хотела ногти стереть и заново покрасить, потому что у меня наполовину стерся лак. Отвлеклась и забыла. Ну уж вы меня простите, ладно? Можете не прощать, можете в комментарии написать, как ты могла сесть за завтрак? За камеру с наполовину накрашенными ногтями. Вот могла. Пристала я тут в одну фирму. Методом тыком. Пальцем кверху. Пальцем в небо. Ну, на сотрудничество. И какие-то доски графические, керамические, хрен знает. Камер мне предлагают на обзор. И, значит, они как бы сотрудничают с отзывами, с блогерами, что пишут текстовые отзывы, с блогерами, что пишут не текстовые отзывы. А мне говорят, сначала молчала небольшой ли? Бот мне ответил. Я думаю, ну, бот там, думаю, хрен бы с вами. Я уже про них забыла. Они мне пишут, знаете, у вас такой канал, весь такой живой, весь такой красивый, бла-бла-бла, все такое крутое. Но вы нам не подходите. Ну, там, я как раз скидывала что-то. Вот банки делала. Думаю, ну, еду готовлю. Еду готовят как раз вот на доске режут. Я потом думала, а ну и даю. И типа, бла-бла-бла-бла-бла, вы нам не подходите, не пошли бы вы, ну, не пошли бы. Я думаю, ну, не подходите. И типа, с отзывами мы тоже не работали. Я думаю, ну, не работаете. Вот, ну, легче написать, ваш аккаунт нам не подходит. Зачем брать? Потому что я на них, в принципе, вышла благодаря тому другому человеку, который пишет отзывы. Кинулась к человеку. На мой отзыв, я думаю, ну, согласятся, окей. Не согласятся, не повру. А потом думаю, может, их доски настолько хреновые по цене 3000 рублей за доску, что вот если фоточку делают, там не видно, что она хреновая. А если я видео буду снимать и на ней резать, вдруг она окрошится. Вот у меня есть отличные бамбуковые доски. Вон там вот пластиковая доска. Моя тетя подарила мне и своим дочерям на какую-то там... Ну, в смысле, 8 марта, Новый год, еще куда-то там. На какой праздник обычно всем дарят подарки. Потом у меня там есть доска с овечкой стеклянной. Очень прикольная такая доска. Я их, правда, очень редко пользую. Мамина подруга подарила. Думаю, блин, я без досок-то как бы не помираю. Но меня так прикололо. Мне вообще прикололить люди, которые, если игнорят, а потом отвечают, если хотят отказать. Ну, напишите вы просто. Наш аккаунт там не подходит. Начинают либо расписывать, как тут вот, типа вы вся такая хорошая, но вот но. Либо высмеивать, либо говорить, что они не сотрудничают с блогерами, хотя у них, допустим, на сайте написано, ну вот, заполните формулу, если вы блогер, бла-бла-бла. Вместо того, чтобы просто сказать, извините, но ваш аккаунт нам не подходит. Все. Все счастливы. По крайней мере, я бы от этого не поверла. Ох. Хотя я, в принципе, не против с кем-нибудь посотрудничать. Если ты, зритель, хочешь со мной посотрудничать, допустим, чтоб я продолжу на свои завтраки. На завтрак, ну, по будням можешь мне что-то предложить. На завтрак. Кашку какую-нибудь быстрорастворимую. Либо даже, вон, цикорий Бианова какой-нибудь другой. Чай зеленый, растворимый. Ох. Вот без хлеба-то он нормально пошел. Он сейчас чуть-чуть еще подостыл и нормально так идет, не мелкими глоточками. Такой цвет интересный. И вкус интересный. В общем, мне нравится вот это сочетание все вместе. Есть цикорий с женьшенем и сироп цикория и все вместе. И даже без молока он тоже вкусно очень. Предложила сегодня своей подруге попробовать гранову. Я говорю, что это? Я говорю, ты, наверное, тоже не в курсе. Вот это не только. Бобя Горобианова узнала про эту гранову. Что это? Я говорю, по-моему, это как запеченная овсянка. Нет уж, мне лучше просто хлопья. Ох, я поел, зритель. Ну, я надеюсь, ты тоже поел, зарядился позитивом. Поперся на свою работу или куда-то там поперся, либо не поперся. Если хочешь поддержать канал, может это сделать где-то слева, справа, сбоку, снизу. В верхнем правом левом углу. Не помню откуда это. Будет типа облачко, подержи рульку. У меня вот даже нос согрелся. Я сейчас буду все монтировать. Поставлю мясо запекать. Ну и это, спасибо за просмотр. Пока. Пока. Белым углу. Субтитры сделал DimaTorzok